До встречи! Доброе утро! Мы не трактовали, что это другой Нет, подождите, там же был еще от генерала СВР Это анонимно и не обсуждаю У нас есть спикер Валерий Дмитриевич Валерий Дмитриевич просто Он про другого тирана сказал Про китайского А вы неправильно поняли, конечно Как пошутил один из моих Вчерашних людей Говорит, сердце остановилось, сердце снова побежало Ну и что? Ну да, бывает, аритмия Аритмия, точно, совершенно Тут гораздо интереснее, конечно, реакция Ожидание Это, конечно же, когда там Народ в ожидании Событие произошло И наша жизнь тут же станет другой Не станет, но это не важно Но это просто вопрос ожидания Потому что полное ощущение того, что Никто уже не ставит на контрнаступление Украины На победу Украины Все ждут, пока Путин уйдет Вот теперь только это И больше ничего Какие-то авдеевки Какие-то А вот это Вот что происходит на самом деле В массовом сознании Утрата надежд Нет, надежда про другое Чудо, хотим чудо Типа праздник Святого Йоргена Чудо Вот оно чудо Почему такое сакральное значение Придается фигуре одного человека? Ну, потому что мы все понимаем Что эта война Это действие Ну, практически Вот, собственно говоря Развертывание ее Это действие одного человека И здесь нет никаких сомнений Могу вам сказать Что никакой там Эстеблишмент Может быть за отдельными Исключениями Которых я лично не знаю А нам это зачем? Вот что дала? Вот чего кроме каких-то людей Которые в ВПК сидят У нас там в Америке Чего дала эта война? Вообще чего? Что она принесла там Центральному банку Его руководителям Правительству Его руководителям Совету безопасности Его руководителям Губернаторам Его руководителям Мэром Его руководителям Чего она принесла? Ничего Я уж не говорю про просто людей Да? А зачем? Жили себе Не то жили Поживали Хлеб жевали Раз и все Поэтому эта война Это ответственность одного Я имею в виду Не ответ Неправильно Это решение одного человека Да? Поэтому, Алис Отвечая на твой вопрос Он в этом смысле Конечно, ключевая фигура И, конечно Он создал проблемы Постпутинской России Он не путинской России Создал проблемы Это одни А потом будет постпутинской России Потому что из этого Надо будет Выныривать С учетом В том числе Настроения Людей Которые Вот ты говоришь 75% людей Там по опросу За мирные переговоры А что говорит нам Путин Я тоже за мирные переговоры Он в этих 75 И поэтому там 75 И поэтому там 75 Если он скажет Берем Киев Часть из этих 75 Скажет Вау Вау Киев, конечно Мать городов Каких? Русских Вот и все Поэтому это вот люди Лоялисты Огромное число Я думаю половина населения Может чуть меньше Которые просто идут За лидером Которым все равно На самом деле Вот до тех пор Пока нас лично Это не касается Не принесет нам Личные убытки Да В жизни Вот мы идем за лидером Ему виднее Это лоялисты Или там Как сказала Одна французская журналистка В ответ на моих лоялистов Сказала Это роялисты Это роялисты Вот государь решил Значит правильно Война так война Мир так мир Дружба так дружба Хотим с Китаем Целуемся Государь прав Хотим с Америкой Целуемся Государь прав Вот в чем история Как вам кажется Где кстати проходит Вот эта вот Линия Когда Лояльность Ну Противоречит Своя семья Своя семья Когда происходит Что-то с тобой Вот Скажем Инфляция в 5% Не отворачивает От лояльности Большую часть населения А 30% Кого-то отворачивает Кого-то Ничего Затянем пояса Зато Они очень К аргументам Таким Поскольку в основе Этой аргументации Лежит постимперский синдром Очевидный Да Мы были велики Нас все боялись Нас все любили А вот теперь А вот теперь мы восстанавливаем Это величие Любая империя Бывшая Это проходила Любая империя Это проходила Распадающаяся И Британия Это проходила И Франция И Османская империя Мы сейчас видим Собственно Ренессанс То же самое В Османской империи Ну в смысле В Турции Не такой Ну А когда турки Все забыли Кому это было интересно Когда турки захватили Северный Кипр Какой был взрыв Национализма В Турции Вот оно Мы возвращаем Османскую империю Вот оно Да То есть это Другое дело Что тогда мы были снаружи А теперь мы внутри Вот вся история Рома 34 года Москва Спрашивает Не говорит ли Это ожидание Чуда Что у нас вообще Ничего не осталось От гражданского Общества Чтобы повлиять Повлиять На что Простите На жизнь и смерть Владимир Владимирович Нет у нас Таких возможностей Повлиять На его жизнь и смерть Нет Почему Существует Гражданское общество Вот у вас была Таня Бритская Только что Да Они идут Со справедливым иском В несправедливый суд Да Достаточно посмотреть Что они вытворяют Саша Скочеленко В Петербурге Да Людоед Ты что И уйти Адвокаты должны встать И уйти из суда А ее отправить На этап Нет В данном случае Очень важно Что это все публично Это все публично И многие люди Которые лоялисты Как не дали Вот я разговариваю С людьми Да Там Вполне себе лояльными Путину СВО Не знаю Чему еще Я рассказываю Про процесс Саши Скочеленко То есть Как не сделала Перерыв Чтобы поменять Батарейки В кардиостимуляторе Судья Как это не дала 15 минут Перерыв Так и не дала А у нее Ну ей нужно было Поменять Подсудимый Саше Батарейки В кардиостимуляторе Это не кардиостимулятор Это Ну не аппарат Аппарат По контролю Нужно было Кардиометру Не важно А почему она не могла А потому что У нее забрали Рюкзак Который В конвойной комнате И когда ты знаешь Такие детали То люди Вполне лоида Как фамилия Судей Да я запишу А вот Это история Про это Такие вещи Людей задевают Вот война Их не задевает А вот это Их задевает Потому что они Себя представляют На этом месте А каждый должен Представлять А каждый должен Представлять Арест адвокатов Навального А каждый должен Представлять Что его адвокатов Арестуют И ты останешься Беспомощным С точки зрения Процедуры Да каждый должен Представлять Совершенно верно А можно еще Про лояльность Про покупку Лояльности Точнее Есть Сейчас Успешные Какие-то Примеры Покупки еще Дополнительной Ну конечно Это история Это выплаты История с выплатами Эта история Мы же хорошо Помним Афганскую И на нашей памяти Уже журналистко-чеченскую Компанию Где ничего Этого не было Чернобыльцы Которые не получали Одно время Выплат Я это помню Был процесс В Страсбургском суде Чернобыльцы Его выиграли А значит Можно сказать Что это покупка Лояльности Да И власть Именно так Это расценивает Ну послушайте Меня Я до 18 лет Моя мама Получала Пенсию За отца Как за потерю Кормильца Вот они взяли Это правило И бабахнули Огромные деньги Особенно для провинции Ну вот Ну как С одной стороны Это покупка Лояльности Его уже не вернешь Но детей поднимем Но семья Это говорит Ну да Мы потеряли Кормильца Ну да Вот пусть государство Отняло у нас Кормильца Вот ты Путин Отнял кормильца Вот ты Путин И плати На наших детей Поднимай наших детей Да Говорит Путин И поднимай Ну В тех пределах Которых есть То есть Это абсолютно Рассчитанная позиция Почему я говорю Что К этой войне Готовились давно Ресурсы были Запланированы Может не в таком Объеме Мы знаем Что на будущий бюджет Который сегодня По-моему Вносится в Думу Или завтра Вносится в Думу Или вчера Вносился в Думу Ну вот эти дни В этом бюджете Запланированы На 200 тысяч человек На следующий год Вот эти выплаты Разные Раненым Вот 200 тысяч Приблизительно Да То есть Рассматривая внимательно Бюджет Я думаю Что Екатерина Михайловна Шуман сделает Это лучше меня Можно посчитать Как государство Планирует потери То есть Она планирует Продолжение военных действий У вас не было никаких сомнений Ну У нас даже написали Что вот Шойгу Там типа На 25 год Уже что-то планируют Ну да Но это все равно Это вносится через бюджет Бюджет Это даже с закрытыми статьями Это такая довольно Интересная штука И повторяю Тут точно отправляю К Екатерине Шульман Которая тщательнейшим образом Может через него Даже с закрытыми статьями Видно Что планируется Поэтому С одной стороны Мы за мир С другой стороны Бюджетом Мы планируем войну Вот так На секундочку И тогда у тебя Картина вырисовывается Можно говорить Он же за мир Он же за мир Секундочку Секундочку Да Ну как На бога надеюсь Я сам не плашаю Не плашаю А можно я тебя поздравлю С днем рождения Я вообще умею Это самое Как ты знаешь Удачно войти Нет Эхо же всегда Ты в свой день рождения Должен работать Да Это всегда Это классика Мой день рождения Мы сегодня вспоминали Обязательно должен идти снег Вы знаете Кого благодарить Желательно мокрый Нет А ты в день своей свадьбы Будешь работать Ну буду Ну и что Я и в день рождения Свою работала Это день рождения Это у нас монально Все нормальные Работают Так что Лиза Послезавтра Да я правильно помню Послезавтра Послезавтра Свадьба Тут пишут кстати Не выходи Подожди меня И я просто напомню Что Утренний разворот Лиза Ира Воробьева Воскресенье Так что можете писать Свои поздравления А в субботу Женя Большакова И Лиза Никина А Женич Конечно Да Так что завтра Вас ждет приятный Маленький сюрприз Маленький сюрприз Ну хорошо Да извините Я просто хотел Поздравить Хотел посмотреть Слава Богу Ты в наушниках Ты не можешь Пошевелить ушами Да Я там Внутри наушников Еще шевелюсь А я это не вижу А я шорохи отсюда слышу А ты не понимаешь Ольга когда Да старая история Когда Ольга пришла У нее было дикое качество Она умела очень Явно шевелить ушами И когда нужно было Сорвать урок истории Ее коллеги Одноклассники Просили сесть на первую парту Передо мной И начать шевелить ушами Прямо со звонка И после этого Все заканчивалось сразу Вообще расколоть Венедиктова Это такая несложная задача Несложная Для этого даже ушами Не надо шевелиться Ну ушами Иногда достаточно просто В дверь засунуть Ручку Помахать И все И он упал уже Все И музыка играет Алексей Алексеевич А или ты хотела Я хотела еще Про нашего Про нашего дорогого Но Явлинский Ты ходил к Путину Это к вопросу А то что Путин живет Да Явлинский ходил к Путину Судя по всему Это подтверждает И Яблоко Вот сейчас буквально Я с ним списывался Поскольку иногда Он по субботам К нам приходит И следующая суббота Была у нас С ним 11 ноября Я Написал ему Он еще не прочитал Попросил его прийти завтра Если он в центре Пусть расскажет Что может Но на самом деле Ничего нового нет Во-первых Ну то что публично Мы знаем Пока Только публично Я пока ни с ними Не говорил Ни с кремлевскими А значит Он повторил Те же тезисы Которые все наши Вот наших Зрителей Это не удивило Да Немедленное перемирие Немедленные переговоры О прекращении огня Даже не перемирие Прекращение огня Он говорил здесь Мы не Путины Но он нам тоже говорил Вторая история Которую яблокат Пока отрицает Пока Мы будем ждать Григорий Алексеевич О том что шел Разговор о выборах Я абсолютно уверен Что он шел Его мог поднимать Путин Его мог поднимать Явлинский Не имеет значения О том чтобы Явлинский мог избирать Важно понимать одно Любой кандидат Который будет Зарегистрирован Это будет Согласие Кремля Ходил он к Путину Не ходил он к Путину Это будет Любой кандидат Это будет Согласие Кремля Явлинский Надеждин Кто хотите Кто хотите Вообще кто хотите Да Это будет Кандидат Который получил Адаптацию Кремля Договоренность Недоговоренность Да Это в расчетах Кремля Поэтому это тоже Ничего нового Если был разговор Тоже ничего нового Ну просто Я прошу прощения А это Явлинского Пригласили Ну просто так Президенту не заходят С двора Ну значит Он был Для чего-то Для чего-то Была нужна эта встреча Ну А что у нас Кроме выборов Смотрите Я вам напомню Что Явлинский Родился во Львове Он с Украины И там важно В этой встрече Для меня лично В публичной части Об этом можно поговорить Что он предложил себя В качестве переговорщика О прекращении огня Потому что я Явлинского Один раз видел Переговорщик И участвовал в этом Это было в Чечне Когда в 94-м году 6 декабря Когда он приехал Значит Вытаскивать офицеров Попавших в плен Чеченским сепаратистам И когда он Приложил себя Вместо Них И тогда я понял Я его возненавидел Что мы все там останемся В общем Неприятно было Вот А второй раз Я вчера специально проверял Он рассказывал Не он А от него Рассказывали Как он В Нордосте Да Как вся эта процедура В Нордосте О чем он говорил И как он говорил И мне вчера Бывшие кремлевские Подтвердили Что скорее всего Так оно и было Он тоже Был переговорщик Поэтому В этом смысле Нового ничего Опять же Ну просто Это как-то Соединилось У меня Вот там 2002 Значит 94 2002 И сейчас Посмотрим Но Вполне возможно Что он Предложил себя В виде переговорщика Вполне возможно Что Путин Позвал его С тем Чтобы выяснить Его позицию Относительно Выборов Ну и заодно Поговорили о переговорщиках Но опять Это все Как бы Вот это возможно Да Эта история Она возможна А что было там Ну Насколько я понимаю Они сидели вдвоем Поэтому Можно спросить У Путина Он вряд ли нам скажет Но мы попробуем Завтра Если Григорий Алексеевич Согласится Прийти Сможет прийти Мы попробуем Завтра Спросить И вы Сформулируете Мы Соберем как-то Вопросы Да Спросить У Григория Явлинского О чем шла речь И как Путин реагировал На его предложение Гораздо важнее Что Явлинский сказал Как Путин реагировал Думаете Расскажет Опишет Он в общем О таких вещах Не врет Но он интерпретирует Я Григория Алексеевича знаю Уже 25 лет Поэтому как бы Да и вы знаете его все Он интерпретирует Он не будет в прямую Обмануть Он скажет Либо не могу говорить Либо будет описывать Давайте о Хамасе Делегация Хамаса Прибыла в Москву Израиль Разумеется Отреагировал Негативно США Отреагировали Более сдержанно Вы как Отреагировали Зачем Хамас Здесь Ну Хамасу нужна поддержка Зачем Хамас Здесь понятно Хамасу нужна поддержка Эта поддержка В том числе В том что Хамас Террористическую организацию Принимают лидеры Ядерной державы Ну Это такая А нам зачем Я имею ввиду Россию Первое У нас Семь пропавших Без вести Трое заложников На сегодняшний день 23 погибших Российских гражданина И Судя по Тому уровню встречи На котором был Хамас Там был Значит Это Абум Забыл Абумазук Он второй человек В Хамасе Чтобы вы понимали Он второй человек В Хамасе Значит Он там Его принимал Замминистр На странах дела И спец Он же спец Представитель Президента По Ближнему Востоку Что очень важно Михаил Леонидович Богданов Конечно Шла речь О заложниках Конечно Шла речь О российских Гражданах Заложниках О российских Гражданах Пропавших Без вести Но думаю Что Хамасу Нужны посредники Не только Его Спонсоры Как Иран И Катар Им нужны Посредники В Совете Безопасности Которые Собственно И заблокировали Россия Вместе с Китаем Заблокировала Резолюция Осуждающая Хамас В Совете Безопасности Вот это Хамасу Россию Нужны заложники Раз И России Нужно показать Что на Ближнем Востоке Россия По-прежнему Несмотря на то Что силы Отвлечены В Украину Обладает Влияние Вот Эта система Переговоров Смотрите Я освобожу Заложников Обращайтесь Ко мне Байден Обращайтесь Ко мне Макрон Не Таньяху Обращайтесь Ко мне Шольц Обращайтесь Ко мне Сунок Я ваших Выручу Могу Могу Не только Катары И Иран И Египет Могу Видите Могу Я думаю Что это Такой Абсолютно Циничный Расчет Расчет Понятно Насколько Этот расчет Может Оправдаться Увидим Лиза В вопросе Заложников Ты же знаешь Я всегда Очень осторожен Там просто Всегда Все Настолько Хрупко Настолько Тонко Настолько Возникают Дополнительные Вдруг И неожиданные Требования Но тут Правда Вот Порадовало В кавычках Когда один Из руководителей Хамаса Сказал Мы готовы Освободить Всех гражданских Заложников Я напоминаю Что в заложниках Еще и военнослужащие Захвачены Израиль Гражданских Заложников Если вы освободите 6 тысяч человек Из палестинских Тюрем Уже торгуемся Хорошо Хорошо Любое Я ставлю Первое На освобождение Заложников Любое Освобождение Заложников Из израильских Тюрем Наверное Израильских Палестинцев Израильских Тюрьм Конечно Проблема в том Что и в самом Израиле Нет единодушия По этому вопросу И в политическом Потому что Все напоминают Что убитые Уже руководители Этой операции Которая Террористическая Я имею ввиду Он был среди тех Кого освободили В обмен на Шалита Алькаит По-моему Его звали Алькаиф Не помню Вот он был Среди тех 1027 Палестинских Осужденных Израильских Которых освободили В обмен на Освобождение Шалита И спор о том Что менять на что Как освобождать Заложников Это вообще Очень тонкий вопрос Поэтому Тут ничего Нельзя предугадать Никогда Вот вообще Никогда А можно Про человеческое Вот Часть Спросить Вы сказали Что Помимо Создания Впечатления О роли России В этом конфликте Нас интересуют Заложники Граждане Граждане А это Прямо Действительно А это Прямо Действительно Это Скорее Всего Люди Которые Жили В Израиле Это Люди С Израильским Гражданством Но Это Общий Ход Не тронь Наших Если Путин Всегда Говорил Русское Население Донбасса А вот Русское Население Израиля Он Не Может Отвернуть Здесь Он Это Так Не Педалирует Но Он Не Может Вернуть Потому Русское Население Донбасса Говорило Надо Защищать А вот Это А вот Это Просто Учитывая Отсутствие Помощи Со стороны России Россиянам Которые Находились В Израиле На момент Атаки Складывалось Ощущение Что Не очень Это Кремлю Важно Я думаю Что Кремль К этому Не был Готов У него Хватает Головной Боли Другого Кроме Того Путин Был В Китае Как бы Кстати Про Китай Попросили Вас Объяснить Какова Позиция Китая Не знаю Не знаю Ну как Они вместе С Россией Заблокировали Американский Проект Резолюции Вот вам Позиция Китая Вот вам Позиция Китая Им нужно Влияние Показать Но у них Сейчас Есть много Других Точек По поводу Заявления Израильского МИДа Который Назвал Неприличным Шагом Встречу Крем Здесь Вот Эта риторика Она имеет место Быть С одной стороны Да Заложники Потому что Взгляд Израиля Таков А взгляд России Другой А взгляд Америки Третий Ну да Это с точки зрения Израиля После этой Безумной Террористической Атаки Что принимать Террористов Принимать Террористов Это абсолютно Неприличный Шаг С их точки Зрения Понятно И с моей Точки зрения Понятно Но вопрос А если на Другом Заложники А если на Другой Политика Это такая Штука Что вот у тебя Или ты Прими террористов Или ты Забудь про Заложников И что Тогда И ты Выбираешь Ну и здесь Мы снова Приходим к тому С чего мы Начинали Эта тактика Не вести Переговоры С террористами Это не так Потому что Израиль тоже Ведет переговоры С террористами Но не напрямую Через посредников Через американцев Через Катар Через Иран Ну не Израиль Через Иран Естественным образом Через орданцев Конечно Израиль выручает Своих заложников Конечно Официально Пока я видела Только вроде что Неофициально Израиль ведет Всегда Но они же ведут Переговоры Какая тебе разница Это всегда Это всегда так Я знаком С израильскими Переговорщиками Которые занимались Освобождением Шалита Они не вели Переговоры Напрямую Хотя было Несколько встреч С полевыми командирами С избалой Причем Потому что Еще не знали Шалит там Все время Перемещался Передавали От одной группировки К другой Конечно Они вели Переговоры Через посредников В первую очередь Но при этом И когда было надо Потому что У них задача Вот у тебя задача Вот делать Чтобы заложники Были дома Все Это очень Болезненная история Мы видели Что Никаких переговоров Заложниками Приводило К результату Дубровки И Беслана С террористами Но при этом Переговоры были И некоторых людей Удалось вывести До штурма Я напомню И Аушеву удалось Вывести детей В возрасте До Не помню Трех лет По-моему Двенадцать человек И в свое время Я сейчас Забуду Кто Кто Никобзон Кто Рошаль Не Рошаль Кто Ну в общем Кто-то договорился Что выведут детей В возрасте До Восьми лет Из Дубровки Или девяти лет Кто-то договорился Может быть это была Общая история Договоренности Да Их вывели тоже Рошаль вывел Кобзон вывел Семью И так далее И так далее Чего не стоило Пусть сдохнут Здесь Другой вопрос Потому что Понятно Что вести Переговоры О Людях Которых можно спасти Это очень важно А вот Возвращаясь К собственно Визиту Вот этого Абу Марзук И так далее Абу Марзук Да Там Мне показалось Очень много было заявлений По поводу того И от Хамаса в том числе Спасибо за поддержку Ну конечно Я же говорил Это я сказал вначале Любезность Конечно Конечно Им очень важна поддержка Хамас понял Что он В мире Потерял Даже у своих традиционных Конечно 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 же Да Несмотря на то Что там Люди выражают солидарность Но не с Хамасом А с палестинским народом Да Не с Хамасом Я имею ввиду И правительство И правительство арабских стран Им сейчас нужно Возвращать Респектабельность Они сейчас будут Респектабельность В их понимании Что нас Мы вместе Вот мой старший брат За спиной Понимаешь Друзья Поддержите нас Как-нибудь Хотя бы примите Хотя бы примите Ходи туда-сюда Ничего не говори Но мне кажется К Эрдогану Гораздо проще Мало Так Эрдоган уже поддержал Назвал их освободителями Но Эрдоган Понятно почему Потому что они суниты А он лидер всех сунитов Как он хочет быть Он султан И это Это бывшая территория Османской империи Которая была Он забрана После поражения В Первой мировой войне И он как бы Восстанавливает Своё влияние С Эрдоганом Это всё понятно С Россией Не очень понятно Потому что У нас была Идеальная У нас в смысле В России В этой точке Простите меня Идеальная позиция Потому что У нас были Очень неплохие отношения И для меня Это пока Большая загадка Хотя вчера Владимир Борисович Пастухов Пытался мне объяснить Я не понял Так что посмотрите Сами Может вы умнее Чем я Почему Россия Почему Путин Почему Кремль Вот не воспользовался Этой историей Чтобы вернуть Таким образом То есть Есть один ответ Пастуховский Который заключается в том Что если Америка За мы против Мы просто ушли Вот в это Я вот так это увидела Да вот Если они говорят Чёрное-белое Или наоборот Как хотите Вот может быть Этого забладало Потому что Позиция была Ну вот Имели отношения Со всеми И со спонсорами этих И со спонсорами Махмуд Аббаса И с Израилем Ну со всеми А теперь минус Израиль Минус Да да И теперь всё туда ушло И арабские режимы Сейчас тоже Аккуратненько Они так Да Палестинский народ Да но Хамас нет В Египте Хамас является Вообще террористической Организацией Арафат называл Хамас террористической Организацией Зато Путин Не называет Хамас И Ордане Через силу Короля Абдалла Через силу Он их ненавидит Потому что Предшественники Хамаса Собственно Его дедушку убили В 51 году Когда они занимали Так вот Вот И вот теперь Ну ты зачем Ну хорошо Хоть сам не встретился Что называется Ну да Всё-таки Богданов В этот момент Он встречался С религиозными деятелями Да С мулами А вот это вот Прекрасное За огромным Столом Ой Какая-то была Дивная шутка О том Что А в бассейн Забыли налить воды Да Это очень похоже Вокруг бассейна Да Дивная шутка была Да Вот история в этом То есть На самом деле Конечно Путин понимает Путин и его команда Понимает Что им надо Как-то налаживать отношения С одной частью мира Которую потеряли Ну западной частью мира И не терять связь С арабскими Режимами Умеренными Ну там где деньги И нефть Не какой-то там Туристический Да И вот они Вот сейчас Ну посмотрим Не получится По-моему Слушайте Вы так хорошо Знаете Лаврова Вы с ним Столько времени Общались Да Ездили в разные И Лаврова тоже Да У нас Сейчас Дипломатией Занимается Министерство Иностранных дел Нет Дипломатией у нас Занимается Администрация президента Путин Владимирович Министерство Иностранных дел С моей точки зрения Превратилось В сервисную структуру Уже буквально До До начала войны Но во время чумы Когда я говорил С некоторыми нашими послами В больших странах И не в больших странах Говорят А мы пишем телеграмму Мы понимаем Что понравится От нас не требуют Экспертизы От нас требуют Поддержки И вот Посол сидит Какой-нибудь там Латиноамериканской Столицы Африканской Столицы Где еще Ну естественно Европейские столицы Азиатская столица Говорят Мы же понимаем Что если мы это напишем Нас значит порвут Там в Кремле Да Мы пишем так Чтобы это было приятно Вот Это история про это Может даже Поэтому вот так И поэтому вот так В том числе Про рассадку Эту бассейну Объяснить Нет Почти не смотрел Я даже стенограмму Не успел Прочитать Не-не-не-не Я не про сами переговоры Я про вот эту паранойю Или что это Я тишу соловей что ли Нет Смотрите Моя точка зрения Нет Серьезно Да Лицепральный вопрос Извини Извини Но ты еще не замужний Еще дня два у меня есть Смотри Я так понимаю Что Путин очень Трепетно относится К своему долголетию А значит к своему здоровью Я так Ну то есть я знаю Это еще до того И он Будучи человеком Очень внимательным Вплоть Ну Я бы не сказал До паранойи в этом вопросе Но вплоть Да Он выполняет предписания Своих врачей С перебором Я бы сказал А мы же сегодня говорили По поводу ковида И я Нет Да И я просто думаю Что Ему сказали Что иммунистет Ослаб Я так думаю И дальше Предпринимаются уже меры Дальше уже ФСО Как бы да Предпринимает меры Когда можно Когда нельзя Кому можно Кому нельзя То есть сократить Как можно больше Контакты Я думаю Что это связано С рекомендациями Врачей Действительно С какими-то Может быть Постковидными Явлениями Мы все проходили Ковид И знаем Последствия Да Как бы у всех Раз Нет Просто как раз Хотелось понять Это его Он к этому относится Очень трепетно Но при этом По-прежнему Два часа бассейн Утром Да Поэтому Гимнастический зал По-прежнему Да То есть он Вот то что касается Долголетия Долгоправления Если хотите Долгоправления Да Он к этому Относится Как я понимаю С большим вниманием Трепетно Всем бы нам С таким вниманием Относиться К своему здоровью Я думаю Что у него Просто дальнозоркость Поэтому за длинным столом Он лучше видит Этих людей Кстати да Не помню его с очками Да Давайте про Гурулева Немножко поговорим Мы уже это обсудили Господи Путин Гурулев Ну простите Мы поговорим о красивых женщинах Но Где же их найти Что говорить Смотреть надо Вот вы смотрите А говорить будем Про Гурулева Смотрите на нас А мы будем Говорить про Гурулева Вот это вот его заявление Мы уже обсудили С Татьяной Вот эти вот заявления Против Гурулева Новые газеты Попытка Петиция Попытка петиции Но В общем и целом Сделать-то что-нибудь Можно Вот с такими заявлениями Нет Сделать можно То что делают коллеги Из новой газеты Мы Соблюдайте Вашу конституцию Как говорили Диссиденты В советское время Соблюдайте ваши законы Мы имеем дело С нарушением закона Очевидно Или там Для многих С кажущим Нарушением закона Ну значит Надо идти По пути Привлечения Правоохранительных органов Их внимание К нарушению закона Не только же От нас требует Соблюдение закона Вы все соблюдают Законы В том числе Депутаты И не важно Что он там С таким IQ Или С таким пониманием Жизни Или с таким понимаем Похмела Это не важно Важно что есть закон Хорошо Вы применяете К нам этот закон Применяете к себе этот закон Это делать все надо Публично Разнузданно Громко И так далее На кого Ориентируется Гурулев Для кого Он это сказал Да ничего Он ни на кого Не ориентируется Он понимает Что за это Ему ничего не будет Цацко может упасть Награда Может упасть Награда Да А его не накажут Потому что это В нынешнем Мейнстриме Вот для Эти люди Да Нойщики Вот эти Да Они Есть люди Которые искренне Вот это Враги народа А есть люди Которые понимают Что если они Вот 22 Да То есть не очко А больше Заступят Даже Приступят к закону И им ничего не будет Потому что Ну вот оно вот так Вот что будет Судье Которая не дала Поменять батарейки В этом кардио Вот что ей будет Она знает Что ей ничего Не будет Но при этом Надо написать Председателю Верховного суда Господину Лебедеву О том Вот об этом Вот об этом Факте Вот не о том Как там закон Вот она приняла Такое решение Насколько это соответствует Советский суд Самый гуманный суд В мире Насколько это соответствует Гуманизму Гуманизму Мы не говорим Про Винон Гуманизму Насколько это соответствует Правилам процедуры Вот пусть ее проверяют Пусть ее подергают Пусть ее спросят А тогда возникает вопрос А Адам Кадыров И избиение Никиты Журавеля На это как А у нас всегда В стране давно Кто же это говорил Господи Оля Это кто-то Лиза даже еще маленькая была По-моему На их не работала Кто-то нам говорил Что у нас Разноскоростные Разно Разно Правовые Чуть ли не Генри Резник Системы внутри России Вот есть В Чечне В Чечне Давно Нормы шариата Используют Давно То есть Чечня Выпадает Из правового поля И вот эта история Традиции Средневековой Средневековой Традиции Вот оно В некоторых регионах Российской Федерации Начинает Брать верх Над правовой системой Российской Федерации Что очень опасно Это история Как с Пригожиным Путин не понял опасности Вот я так считаю Что Путин Потому что Пригожиным Быть свои правила Нет И правила Да Но у тебя Одно дело Когда у тебя Там частная компания Где-то там В Африке Там Мутит Да И это такая грязная Перчатка Надевай И туда А другое дело Когда у тебя На российско-украинском фронте Есть воинская часть Боевая Которая Не подчиняется Общим правилам Министерства обороны И так далее И так далее Да То есть она у тебя Выпадает И дальше делает И ты разрешаешь ему Как сказал Извините пожалуйста Один мой Кремлевский знакомый Не Песков Ты позволяешь Руководителю этой части Которая нехает Пидорасить В течение 10 месяцев Дословно Публично Министра обороны Которого ты назначил А ничего страшного Они улыбные Да Нет Это начинает набирать Набирать Люди начинают верить Что это возможно И история с Кадыровым Это история Как с Пригожиным Как Пригожиным Зарвался и психанул Этот еще не зарвался Наверное может быть Но зарвется Потому что нет Границы ему не стоят Ну что Лояльные же Они же лояльные Для Путина же это важно Вот человек лояльный Ну между собой Ну разберемся Не так чтобы сказать Ну прекратить Что-то делать Не-не-не-не Вторично Оказалось первично Я единственное Что хотела спросить По поводу Как раз Журавеля Все остальное Я понимаю Да Там свои правила Там можно иметь Там несколько жен Там можно убивать За какие-то нарушения Нравственных норм Это все понятно Это распад Правовой системы Российской Федерации Да Почему Журавеля Посылают в Чечню Ну Подарок Упаковали Дружить будем То есть получается уже Что это не просто Свои правила А эти правила Уже перелезают Это просто разрешение Это как Пригожину Было разрешено И Кадыр Разрешено Ну вот разрешено Понимаешь То есть Центр разрешил Это не сам он взял Это центр разрешил Это то же самое Но это распад Это распад Ну это движение к распаду Конечно не распад Движение к распаду Помимо Журавеля Есть же еще история С батальоном Имени еще одного Национального героя Ты знаешь Человек который был Повешен на площади Он был повешен на площади Как сепаратист Этот самый Шейх Мансур Бастянгур Бастянгур Да Ну мы сделаем Конечно Про него передачу Вот Но эта история Гораздо более тонкая Потому что В федерации В нормальной федерации У каждого Свои герои Ты не можешь поставить Памятник Ивану Грозному Посреди Казани Да Когда он вырезал Казанское население Ты не можешь этого сделать Ты не сможешь То есть ты сможешь это сделать Но потом Будет плохо Да И тут то же самое В Липецке Может Сталин Герой Попробуй поставить Памятник Сталина В Ингушетии Это вот Понимаете да Это как раз Вот более-менее Понятная история И она Я скажу страшную вещь Она нормальная Но мне кажется Она понятная Когда из федерального центра Например не ставят Памятник Сталину В Ингушетии Или не ставят Ивана Грозного В Казани А если Какая-нибудь Не знаю Казань Поставит памятник Извините У меня плохое образование Я пример не приведу Ничего страшного не знаю Кого-то Кто воевал Причем не так давно Против федеральной власти Нет смотрите Ну так у нас Ахмат Кадыров Не так давно Воевал против Центральной власти И был одним из лидеров Сепаратистов Но он же искупил потом Вот Поэтому я так К историческим Вот этим изыском Да С памятниками Отношусь Очень болезненно Как к постановке Памятников Так и к сносу Памятников Да Не к перемещению А к сносу Переместить Другое дело Переименование Это все Это все Символы И современное общество Вполне себе Материалистическое Начинает Не только у нас Как мы знаем Начинает Очень много Удять внимание Символам Потому что люди Ищут опору в символах И в истории И туда же В ту же корзинку Учебник Мединского В ту же корзинку Замена изучения Английского На китайский Все в ту же корзинку Но С точки зрения Вот Нормальных Федеративных отношений Ну как Вот в США У них На юге Я вот был Когда У них Памятники Конфедератам Памятники Музея Тех кто Восстал против Центра Как бы сказать А на севере Памятники Линкольна Ну вот так вот История страны Это штука такая И надо просто Знаешь у меня Была история С одним из руководителей Татарской республики В свое время Недавно сравнительно До эпидемии Когда мы сидели Я так пошутил Я говорю Ну вы же 240 лет Нами владели И он мне говорит Что вам было плохо Вот это Вот это Понимаешь Шутка Шутка Ну в каждой шутке Есть доля шутки Кстати 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 о шутках Да Кстати о шутках Ой можно я одну книгу Представлю Извините Я хотела бы не позже Перейти Ну ладно Нет Я просто в догонку К Ну я книгу представлю Потому что Ее половина тиража Уже купили Я знаю Раскупают у нас Очень быстро Это автор Никто иной Как Я хотел сказать Олег Табаков Но нет Вальтер Шелленберг Настоящий Вальтер Шелленберг Записки О разведывательной Службе Третьего рейха Это очень важная история Потому что мы Только мифы знаем Мы знаем 18 мгновения весны Да А там дело Зорге Там он рассказывает Там готовилось Убийство Сталина Во время войны Операция Цепелин Операция Красная Капелла Вот на shop.dilletant.media Осталось Пол тиража мы продали За полдня Давайте вот Остальные пол тиража Продадим Ну естественно Там у нас еще Книги по истории Спецоперации Масада Где обе книги Стоит Тоже осталось мало Это вот к сегодняшнему Да Прошу прощения А на Шелленберге Автограф от Кабаладзе Будет? Прости Можем Если они напишут Что пусть Кабаладзе Вот сегодня я с ним встречаюсь С Юрием Георгиевичем Он приедет Поставит автограф Вы только пишите Покупая книги Да Очень хорошо Просим автограф Кабаладзе Да У меня в качестве автографа До сих пор хранится СМС-ка от Кабаладзе Это не ошибка Это провал Да Это на него сильно похоже Это просто А я не суда Нет А я вот сегодня Вот встану Вот маечка Которую у нас На шелленберге Дилетант.media Взвейтесь кострами Взвейтесь кострами Правильно Синие ночи А шоперы у нас закончились, да? Ну мы можем еще Если будут заказы Мы можем будет спросить Если хотите Заказывайте Вот просите А такое есть? Шикарно Это мое Это мое Не надо тут Хорошо, да Я прошу А вот можно Задам тогда вопрос Можно поставить на голосование Сейчас Кто бы хотел Вот такую сумку Вы скажите Кто хочет шопер Такой шопер Я не сую Я не сую Ты не сый В принципе если скажете Да И мы вот закажем Количество Вот сейчас будет голосование И до конца этого часа Вы вполне можете Кто хочет такой шопер Проголосовать Да А кто не хочет Может не голосовать Или проголосовать Нет Не важно И добавь еще третий вариант Хочу на другой Мы не можем Не надо Не путай Не путай Не путай Да или нет Хотите вы такой шопер Или не хотите Все Вот да или нет Нам понять сколько Хочет именно такой Хорошо Хорошо Я Простите Опять Опять о скучном Опять о скучном А вот этом вот А вот этом вот Принесении дани В виде наград За укрепление Национального Египетинства Я хорошо знаю Мениханова Я плохо знаю Руководителя Крачева Черкесии Темезова Очевидно Что это Некое извинение За выступление Депутата Хамраева О том Что это безобразие Ну Цацку отдал Ну ладно Слетал туда-сюда Отдал Цацку Ну так извинился Ну что мы Ради чего ссориться Вот я буду ссориться С Кадыровым Из-за этого Ради чего Какой Вот для чего Не для чего Ну тут Куда ты полез Причем этот человек Который сказал Бывший министр То есть он Да Он вообще выступил Очень здраво Ну вот А Я как руководитель Татарстана Я как руководитель Татарстана Тоня Ну ребенок же Ну ребенок Ну обиделись Ладно меня бы Обиделись Сына моего обидел Ну вот давай так Вот так Ужасно Да 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 Есть такое дело Ой Хотела спросить Про фонд Джорджа Клуни За справедливость Который просит Федеральную прокуратуру Германии Провести расследование Военных преступлений Это так работает Действительно Может какая-то Организация Да Во-первых Это так работает Во-вторых Этот фонд Финансировал Расследование И там То за что Я всегда за Двумя руками за Это там собраны Конкретные Как СМХ-17 Не вообще Вы все кровопийцы Убийцы Конкретные случаи Там 10 месяцев Собирали доказательства По конкретным Трем эпизодам Фонд Фонд это финансировал И это Дело Они готовятся Передать в суд То есть Это не в твиттер Передают Это в суд Передают Я всегда сторонник Этого Таких вещей Если есть подозрение Да На преступление Значит Необходимо Следствие И потом Судебное следствие Поэтому Вот как СМХ-17 Ровно Собираем Свидетельства Называем Фамилии Подозреваемых Доказываем Что эти фамилии Причастные Были там В этот момент Были командирами Или исполнителями Да И затем В открытом суде В присутствии Адвокатов Сторон Да Проводим Судебное следствие Это Повторяю Это они не в твиттер Пишут Это очень важная история Да То есть Твиттер тоже нужно Но в твиттер Должны писать журналисты Там кстати В этом расследовании Как бы сказать Занято Наша Аня Нейстат Это она Да Она сотрудничает С Клуни Да Это уже Некое Качество Могу сказать Что имя Аня Нейстат Для меня Она в Мистинтернешнл Работала Да Вот она сейчас В каком-то там Расследовательском Она Очень Въедливая Да Это не значит Что она не может ошибаться Мы все можем Она очень въедливая И она лишнего слова Просто так Ради пиара Ради крика Не скажет Поэтому Ну хорошо Будем следить Как за МН17 Будем следить За этими процессами Еще один Очень много лет В этой теме Да Еще один вопрос Профессионалка Почему федеральная прокуратура Германии А у нее есть полномочия Это расследовать У нее есть полномочия Я не помню Почему там что-то подвязано Там Я тебя уверяю Что если федеральная прокуратура Германии Значит там есть возможности Да Юридические Значит если они обратились туда Значит она имеет Это дело Надо посмотреть Почему Ну можно Аню позвать Но тем не менее Можно Клуни позвать Но тем не менее Нужно еще раз Да Все должно быть доказано Да Вот С материальными уликами А то будет как С Так называемой Израильской бомбардировкой Гостиницы Ой гостиницы Больницы Ой Ракета растворилась Как соль в воде Вот а где А соль где А вода где Вот Аня собирает соль И воду Понимаешь да И вот это очень важно Не ограничиться Твиттеро фейсбучными Схлипами Хотя Это тоже важно Твиттеро фейсбучный Потому что Вы увидели И вы написали Дальше нужна проверка Это то что случилось С этой Так называемой Бомбардировкой Да Потому что Я сейчас все посмотрел Еще раз Первая информация Которая шла Это шла от журналиста Из Иерусалима Которому кто-то Пересказывал То есть человек Человек который был на месте Куда якобы упала бомба Или там ракета Или не важно что А он говорит Вот мне говорят что Ну простите Журналист это может сказать А следователь не может Хорошо К другой теме Тебя продолжают поздравлять? Да Я просто не могу Принимать вызов А знаешь ли ты Девчую фамилию Журавлевой? Нет Как нет? Нет не знаю Я тогда еще Тоже птичья Ну-ка Соколова А ну Соколова Слушай Красивая Соколова А ты свою фамилию Ты оставляешь? Да конечно Ну вот хоть что-то Правильное в этой жизни Я как всегда Меня спрашивали Про мужа Аникиной А я вообще Ничего Я совершенно не интересовалась Твоей жизнью Дорогая Я тебе расскажу Хорошо Я бы потом Ответил Я так предположила Что вроде Лиза У нее какие-то были Крепкие отношения Их вот сейчас зарегистрируют И все будет хорошо Это не то что она вчера С каким-то познакомилась Но вы это Лизу поздравите Послезавтра Да Человек будет работать В день своей свадьбы Имейте ввиду На утреннем развороте Не забудьте прийти И себе поставить И подписаться Поэтому на канал Иначе забудете И проспите Я надеюсь Что вы будете ставить Активные лайки Покупать что-то На шоп.дилетант Точка медиа И переводить донаты В качестве подарка Мне на мое бракосочетание А что у нас с шопером С шопером У нас проголосовало 850 человек Это неважно Сколько за Из них 45% хочет Не надо мне 45% Сколько Ну это посчитать надо Тут же нет цифр Пополам Ну 45 400 с лишним человек Значит можно уже Заказывать шопер Да Такой шопер Я не суеты не си Все 300-400 Понял Да И кстати наверное У нас еще будет Книга Пастухова Ну чуть-чуть Занудного Дайте мне еще закончить Страны ЕС Не смогли согласовать Выделение Ну что Ну не смогли Да Ну что Венгрия и Словакия Вместе Это блокируют Словакия теперь Словакия не блокировала Эту вещь Словакия не блокировала По-моему Венгрия точно блокировала Мы опять Вчера с Пастуховым Это говорили Опять разошлись Он считает Что это из-за Санкций Про Венгерского банка С которой их сняли Может быть И скорее всего Но там есть Одна проблема Которую мы вообще Не видим Это венгерское Большинство В Украине И естественным образом Орбан выступает Как представитель Этого венгерского Меньшинства В Украине Венгерское Меньшинство В Украине Жалуется На то Что не хватает Школ На венгерском языке Не хватает Учебников На венгерском языке Потому что новые законы Украины Они поджимают Это самое И даже было Заключение Венецианской комиссии По закону Что он не очень И они его исправляют Но сейчас Не до того Орбан говорит Пока вы Нашему венгерскому Меньшинству Не дадите Права Которые права Которые права Значит не буду вам Давать возможности Получать вот эти ЕСовские Наполнительные Это может быть Представление Только Но это факт Существующий Да И Зеленскому Придется что-то Отвечать Что-то делать Будем смотреть Что он будет С этим делать С этим меньшинством Венгерским Но это давняя история Я помню Эту историю Мне еще Ющенко рассказывал Как Ющенко мне говорил Будучи президентом Он говорил Очень активно И агрессивно Ведет себя Венгер Еще Орбана Никакого не было Вообще рядом У нас там Вот столько-то Но мы им дали То-то-то Что им еще надо Я потом посмотрел И много чего надо На самом деле Да Они чувствуют себя Не очень комфортно Еще тогда До военных действий И сейчас Орбан пытается Под этим делом Привлечь к себе Вот Говорит Я наших защищаю Вот как Путин Да Говорит Я русских защищаю А я венгров А я венгров Всего защищаю Но венгров При этом не могут Пригласить всех Переехать Материковую Венгрию Были такие партии В Украине Которые говорили Пусть уваливают Извини Да А венгров Это всегда была Наша территория Это же все О-о-о Это прям Начальник Только начальник Да Только начальник Это же распад Австро-Венгерской империи Мы возвращаемся К итогам Второй Первой мировой войны И Ближний Восток Распад Османской империи И Палестина И вот Это Балканы Часть Балкан И северная часть Где Венгрия И западная Украина Да Это Австро-Венгерская империя Это распад Границы проводились Сами догадайтесь Как И где находился Горь Почему нужно Да И где находился Горь Почему нужно Как ЕС Потому что они эти вопросы С трудом решают Границы Ну какая разница Ну нет пограничного контроля Ну единые деньги Ну прекратите Да И они вот так Через это решили Еще я рекомендую Всем кто интересуется Посмотреть Про историю Двух плебисцитов В земле Саар Которая была Между Францией и Германией Два плебисцита В 35-м году Уже Гитлер пришел к власти Он находился Под международным мандатом И затем В 55-м году Тоже находился И там и там Жители выступили Которых Франция хотела забрать Выступили 95% Германии Первый раз Гитлеровской Германии Второй раз Каденауровской Германии Вот САР Вот один из примеров Да Потому что Ну и все равно Под международным контролем Плебисцитов Изначально Очень Очень болезненно шло Очень болезненно шло И в 35-м И в 55-м Вот Вот такие территории И поэтому ЕС Она как бы Пытается Вот это все Какая разница Граница Какая разница Столбы Снесем Деньги Единые Но ребята Работать можно Голосовать можно На муниципальных выборах Будучи гражданином Другой страны Но если вы тут Живете В Страсбурге Немцы могут голосовать Немецкие граждане Потому что вы На муниципальных Потому что вы живете Там энное количество лет Они пытаются Вот эти вот Причины Да Не стопроцентно Есть националистические партии Которые там требуют Там проведения границ Опять И так далее Но тем не менее Иностранцы могут стать мэрами Внутри Евросоюза Почему? А какая разница? Конечно А какая разница? Ребята Вам же что? ЖКХ Общественный транспорт Какая разница Что он чернокожий? Слушайте А вообще Вот вопрос крови Вот крови Кто у нас премьер-министр Шотландии? Кто у нас премьер-министр Шотландии? Шотландец? Шотландия Да-да-да-да-да Чернокожий парень У которого жена Палестинка Почему он предложил Чтобы палестинские беженцы В Шотландию? В Шотландию? Ну вот это Просто вопрос крови Религии Пусть оно будет Но оно не должно Он важен, конечно Но его нельзя Это надо жить рядом А не вместо Рядом А некоторые вместе Да? Но не вместо И постепенно Евросоюз Это постепенно Евросоюз Это делает И я вот уже рассказывал Я в свое время Разговаривал с переговорщиком Это удивительные люди Лордом Который Переговаривался С Ирландской Республиканской армией Совсем Европа Европа Британия Британия Главное было Не остановить войну А придумать Как они будут интегрироваться В политическую систему Какие мы им дадим Права Католикам Из Северной Ирландии Чтобы И вот это вот Крыло Боевики Вот эти все Нужна амнистия Для всех этих Террористов Боевиков И я значит Пробивал И в кабинете Ну в кабинете Премьер-министр Ты же с ума сошел Они взрывали Казармы наших солдат Он лидер политический Этот Адамс Что мы можем сделать Без него Ничего не будет Вот выбирайте Он дальше будет взрывать Казармы солдат Или он будет премьер-министром Или там не знаю Главой фракции Главой парламента Северной Ирландской И так далее В общем А вот кстати С кого так может быть? Да все может быть Я же рассказывал Эту дивную историю Как премьер-министр Бегин Израиля Сейчас не может быть Конечно Сейчас это Святотатством звучит Но Когда ему Один из Израильских Журналистов Сказал Ну и Арафат Террорист И вы террорист Господин премьер-министр На что Бегин Скипел Сказал Да я террорист Но он бандит А потом Они пожимают Друг другу руки Перес И Арафат Как мы помним Да И потом за это Арабина убивают Премьер-министр Израиля Израильтяне За пожатие руки В том числе Ну за политику За осло Да 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 Убивают Да Он кстати До сих пор в тюрьме сидит Этот парень Да Может быть Не следил за ним Сидит Я допускаю Я просто говорю о том Что и внутри страны Это все воспринимается И попробуй сейчас сказать Договоритесь с Хавдом Да Тебя убьют так же Вот Нетаньяху пусть попробуют Его пристрелят немедленно Но он и не будет пробовать К нему и так полно претензий Да Не Вот это Поэтому просто Долго живем Я помню когда Арафат Его впервые позвали В ООН На Генассамблею Ну как же террорист Он реально Ну реально И он значит Вот так поднял руки Вот так вот Поднял руки Приветствует Зал У него тут кобура Он поднялся Задрала Пустая Она была пустая Как потом Объяснялся Ген Сиакон Но у него была кобура И там все Кто смотрел телевизор Ну да Пришел В поливерной ленте Приходите Да В поливерной ленте Вы книжку еще хотели Пастухова Прорекламировать Я не хотел приказать Я сказал что скорее всего Мы еще доберем Вот эту книжку Не-не Я все таки рекомендую Вот про спецоперации Шелленберг Автор Он автор Он кстати Немножко похож Все таки на Табакова Табаков на него все таки похож Извини Табаков на него похож Ну конечно его И вот эти книги Тоже осталось мало Мы второй раз их забрали Подчистили все Это история Масада Да И восстань первым И убей Рона Бергмана Это история Известных Спецопераций Вернее так Это история Про неизвестные Известных спецопераций Сколько раз они обламывались Почему они обламывались Как они планировались Как не получалось Вот как не получалось Это важнее Поэтому на шоп.дилетант медиа Приходите И смотрите Алексей Венедитов Да и про Явлинского Я напомню И мы пытаемся его заполучить завтра Вы сами с ним разговаривайте А то опять Вот это вот Трибуналы все Давайте мы ему здесь Если мы трибунал устроим Все-таки обвиняемый Или подозреваемый Должен присутствовать Вот мы будем стараться Сегодня в 15 Лев Шлозберг В персонально ваш В 16.05 В особом мнении Демьян Кудрявцев В 17.05 Слух и эхо Сергея Бунтмана И в 20.05 Программа 20.23 С Геннадием Гудковым И Максимом Курниковым Ставьте лайки Приходите завтра утром И заходите на Машоп.директант.медиа